Александра Лисина После череды мощных ливней столица королевства Архат вновь оказалась на грани затоплений. Сезон дождей уже неделю как вступил в свои права, и в ближайшие месяцы другой погоды в Гуаре можно было не ждать. И только над площадью перед резиденцией гильдии магов небо оставалось чистым. Более того, вплоть до самой полуночи его не затянут никакие тучи, стихийники об этом позаботились. В обычные дни площадь магистров считалась спокойным местом, а по вечерам, как правило, пустовала. Однако сегодня на ней с самого утра было многолюдно. Жители столицы пришли попрощаться с великим магистром Ноем. Но ни один человек не задерживался возле постамента с его телом дольше нескольких он, потому что желающих проводить старика в последний путь оказалось столько, что хвост огромной очереди уходил далеко за пределы площади. Я, если честно, не думал, что народу заявится так много. Магистр, безусловно, был известной политической фигурой, однако для большинства обывателей он оставался вполне обычным человеком на высокой должности. Многие не знали его в лицо, не были ему ни друзьями, ни хорошими знакомыми. Он, соответственно, ничего лично для них за свою жизнь не сделало. Но тогда зачем было сюда приходить? Прочно угнездившаяся в моей башке личность мастера Шала с пренебрежением отметила, что всё это не более чем фарс и стремление приобщиться к такому значимому событию, как похороны главы столичной гильдии магов. Старик Лур, напротив, считал, что это проявление искренности, ведь магистр Ноя немало сделало и для города тоже. Ну а недалёкому, озабоченному лишь собственными проблемами Ране, на всё это было глубоко начхать. Он считал, что важен лишь конечный результат, и в кои-то веки я был готов с ним согласиться. Когда на город спустилась ночь, на площади случилось небольшое волнение, ознаменовавшее прибытие первых лиц королевства. Я не утерпел, и, прикрывшись печной трубой, всё-таки выбрался с изнанки. Его величество Онгер III до этого дня был для меня бесконечно далёким и не слишком понятным существом, поскольку наши интересы прежде никоим образом не пересекались. Однако смерть магистра Ноя заставила меня пересмотреть взгляды на жизнь. И сегодня я решил восполнить парабилы в образовании, а заодно выяснить, как же всё-таки выглядит местный монарх. Повелитель королевства Архат оказался невысоким коренастым мужчиной лет пятидесяти с небольшим. Внешне типичный европеец со светлой кожей, ухоженными усами, короткой тёмной бородкой и густой каштановой шевелюрой. Но по большому счёту, если снять с него пышное одеяние и отобрать королевские регалии, Онгера III нельзя было бы отличить от сотен и тысяч стоящих на площади мужчин. За исключением, быть может, того, что король обладал на редкость мощным магическим даром и являлся одним из сильнейших огненных магов королевства. Вместе с ним на похороны прибыла супруга, её величество королева Рамелия. Издалека за широкополой шляпой да под густым слоем косметики было сложно понять, красива она или нет, однако фигура её величеством могла заслуженно гордиться. Магического дара у неё, правда, не было. А вот стоящий рядом с ней юный принц Альбер явно пошёл по отцовским стопам. Как только королевская чета в окружении гвардии появилась на площади, скопившийся возле постамента народ поспешно отхлынул в стороны. Появившиеся чуть позже каратели ещё больше заставили горожан занервничать. Однако глава ордена находился здесь же, за спинами их королевских величеств. Поэтому его подчинённые этим вечером выполняли роль не охотников, а почётного караула. Помимо них, на площади вышли, наверное, все маломальские, значимые и известные члены гильдии магов. Одетые в траурные белые одежды, они в несколько рядов окружили постамент, а затем в едином порыве склонили перед мёртвым магистром головы. И следом за ними, в таком же жести, безграничном уважении, склонили головы король и все, кто с ним прибыло. Никаких речей, музыки и барабанной дроби. Ни одного слова не было произнесено в честь усопшего за всё это время. Маги, как и обычные люди, просто молча простились со своим главой. Затем также молча раступились, оставив постамент стоять в центре пустого пространства. Дождались, когда королевская чета отойдёт на безопасное расстояние. После чего несколько десятков огневиков слаженным движением скинули руки, сплетая в воздухе заклинания неимоверной мощи. А воздушники вторым заклятием подняли в воздух оплетённое тканью и траурными лентами тело. Почти одновременно огненная и воздушная маги осветили пространство над притихшей площадью. Заклинания разрослись, заполыхали в потемневшем небе синекрасными сполохами, а затем без предупреждения столкнулись, тесно переплелись. Проневшиеся над головами людей пламя бешено взревело, обняв со всех сторон тело умершего мага. На миг рванувшие к нему огненные кольца сложились хорошо узнаваемую эмблему гильдии, а затем повисшее в воздухе тело буквально испарилось. Мгновенно обратилась в прах, который поднявшийся ветер с лёгкостью подхватил и в окружении целого снопа искр развеял над погружённой в траур столицы. Примечание. Эмблема гильдии магов имеет форму круга, в которую вписаны четыре полуокружности. Две вертикальные и две горизонтальные. Примечание автора. Конец примечания. Вот и всё. Беликий магистр Ной умер. Столица простилась с ним, как могла. И это были самые лаконичные и красивые похороны, какие я только видел. Глава первая В кабинете первого помощника главы столичной гильдии магов мне раньше бывать не доводилось. Поэтому этим утром я порядком поплутал по коридорам и в который раз обругал про себя привычку местных жителей не делать подписи и не вешать на двери таблички с номерами. Народу в такой уране в гильдии почти не было. Спросить оказалось не у кого. Поэтому пришлось тыкаться во все подряды кабинеты в надежде, что одна из попыток увенчается успехом. «Заходите, Лес Сарату!» Сказал Лес Рениал, как только я распахнул нужную дверь и приставился. «Присаживайтесь. Разговор нам с вами предстоит непростой». Конечно, что может быть простого в беседе между официально названным преемником великого магистра и фактически действующим, пусть и временным, руководителем гильдии, который, к слову, терпеть не мог безродную выскочку Таора. Я молча устроился напротив Леса Рениала и, закинув ногу на ногу, вопросительно на него возрился. «Ситуация вокруг вас сложилась крайне необычная, молодой человек». Не стал тянуть маг Нура за хвост. «И это напрямую касается вашего статуса». Я прикинулся валенком. «А что с ним не так?» «Как вы понимаете, пост великого магистра – это очень ответственная должность, и, чтобы ее занять, претендент должен обладать целым набором соответствующих качеств». Ого, похоже, разговор их прямо перестает непростой. «Само собой, я не ждал, что мое появление вызовет массу положительных эмоций. Но зачем же сразу тыкать мордой в грязь?» Я кинул мага внимательным взглядом. Высокий, статный, отстраненно-холодный. Лес Рениала рано относился к той категории людей, чья внешность безумно привлекала женщин и почти не раздражала мужчин. Рано посидевший, но умудрившийся даже с седой шевелюрой сохранить благородный вид, Лес Рениал имел породистое лицо, целую вереницу титулованных предков за плечами, обладал крепкой фигурой и довольно сильным магическим даром и по праву считался одним из лучших мастеров-универсалов в Архатской гильдии магов. Да и по обычным меркам Лес Рениал был не так уж и плох. Магистерной ему доверял и отмечал как надежного партнера. Более того, в последние пару недель, когда учитель неважно себя чувствовал, Лес Рениал фактически исполнял обязанности главы гильдии, причем делал это хорошо. А еще он, как и я, был когда-то учеником магистра Ноя, только в отличие от Аора давным-давно выбился в люди. «Как человек, временно исполняющий обязанности главы гильдии, я нахожусь в довольно сложном положении», — ровно сказал Лес, так и не дождавшись моей реакции на вступление. «Безусловно, я с большим уважением отношусь к покойному мастеру Ною и не собираюсь оспаривать его завещание. Однако высказанное им пожелание касательно вашего назначения видится мне несколько преждевременным». Я едва заметно улыбнулся. «Иными словами, вы считаете, что я для этой должности не подхожу?» «Совершенно верно», — также бесстрастно подтвердил Лес Рениал, и его глаза недобро блеснули. «Что же именно вас не устраивает, Лес Арана?» «Во-первых, вы слишком молоды». «Сразу три моих матрицы готовы с вами поспорить, но это не в моих интересах». «Во-вторых, у вас нет опыта руководителя». «Ну, опыт, дело наживное. К тому же память магистра Ноя вся при мне. А у него этого самого опыта было хоть отбавляй». «В-третьих, у вас нет ученой степени, что само по себе исключает вас из списка кандидатов на эту должность». Сухо продолжил второй, вернее, уже первый человек в гильдии. «По-видимому, он еще не в курсе, что по поводу аттестации учитель тоже договорился, и всего через несколько дней мне предстоит сдать экзамен на профпригодность». «Наконец, в-четвертых, должность главы гильдии всегда была и остается выборной. Поэтому в процессе обсуждения возможных кандидатур по желанию покойного магистра совет гильдии, разумеется, учтет. Однако до выборов ваше положение останется неизменным». Я мысленно хмыкнул. «Подозреваю, что и после выборов мне будет ни на что рассчитывать. Настоящей того рода ураком никогда не был. Да и я, смею надеяться, не настолько тупой, чтобы не понимать очевидного. Но все же лесорий не алл счел нужным открыто намекнуть, что я тут никто. И вот это мне сильно не понравилось». «Когда же состоятся выборы, позвольте спросить». Поинтересовался я, блуждая рассеянным взглядом по сторонам. «Через полгода». «Хм, неспешно в Архаде решаются дела. Вероятно, все это время занимать руководящий пост будете вы». Под моим пристальным взглядом маг слегка напрягся, но его голос звучал по-прежнему ровно. «Таково было решение совета гильдии». «Ну да, ну да. Неужто старые пердуны, привыкнув к власти, могли поступить иначе? Пока был жив магистр иной, он держал их по виновении, умудряясь где хитростью, где лаской, а где силой, удерживать шаткое равновесие. Но как только его не стало, в совете тут же началась грызня. Я, конечно, не знал о всех деталей, но, вероятно, злополученное завещание наделало много шума. Таур Саратов в качестве великого магистра? Ха! Никто и подумать не мог, что на старости лет голова гидия отщебучит нечто подобное. О причинах они, разумеется, не подозревали. Но, скорее всего, решили, что престарелый маг выжил из ума или же проявил исконно стариковскую сентиментальность, желая помочь любимому ученику занять козырную должность. После чего старожилам пришлось выкручиваться из щекотливой ситуации. И они, разумеется, выкрутились, найдя законные основания не выполнять сомнительное пожелание своего бывшего главы. Для меня же это было реальной возможностью избежать лишних проблем. Как я уже говорил, постглавы гильдии был мне даром не нужен. Более того, до сегодняшнего дня я считал Леса Арана достойным претендентом на эту должность. Однако никак не предполагал, что отношение ко мне окажется таким пренебрежительным. Тем более не думал, что личному ученику магистра не только не сообщат о смерти учителя и не назовут официальную дату похорон, но даже не пригласят поучаствовать в церемонии прощания. Я на нее, разумеется, все равно явился и по-своему простился с магистром Ноем. Но ситуация была неприятной. А сегодняшние намеки Леса Ринеала и вовсе граничили с оскорблением. «Благодарю за разъяснение». Поднялся я, когда маг замолчал, и в воздухе сгустилось невидимое простому глазу напряжение. «Полагаю, в моем присутствии больше нет необходимости». «Рад, что мы достигли взаимопонимания». Так же сухо отозвался Лес, заставив меня усмехнуться. «Взаимно, но, полагаю, мы вернемся к этому разговору через полгода». «Не уверен, что это понадобится». «Честное слово, я едва не расхохотался ему прямо в лицо. Вот же высокомерный гавнюк». «Ладно, Леса Рана, я вас услышал, поэтому давайте считать, что мы действительно друг друга поняли. На ваше счастье, мне пока не до этих игр. Сперва я должен решить вопрос с магистратом, затем что-то придумать с браслетом Лорны, утрясти дела с ночниками, а после этого... Посмотрим. Ведь именно благодаря вам мое нежелание вмешиваться в дела гильдии претерпело некоторые изменения». Следующим пунктом моей программы стало посещение особняка магистра Ноя. Признаться, я не собирался туда возвращаться, но вчера вечером меня посетил Нер Тори Ли, поверенный покойного магистра. И прямо-таки огорошил известием о том, что старик завещал мне не только должность, но и немаленькое наследство. Общая сумма его накоплений, которые хранились в столичном отделении Королевского банка, составила весьма приятную глазу шестизначную цифру в золоте и была поделена между мной и Иолшем, которому бывший магистр решил выделить хороший процент на безбедную старость. Но даже так, к моей доле, а в нее еще вошли патенты на магические изобретения, с лихвой хватало, чтобы забыть об охоте за чужим добром, а работу в гильдии перевести в разряд необременительных хобби. При этом недвижимость во владении магистра оказалась на удивление немного. Дом в столице, небольшое загородное имение и порядком прокопченная лаборатория, которую старик также передал в мое полное распоряжение. «Здравствуйте, лес Сарату», — сказал старик Иолш, когда я переступил порог. «Ну, теперь уже получается своего дома». «Я так полагаю, неэр Тарелия вас уже навестил?» Я кивнула. «Вчера я подписал бумаги на вступление в правонаследование». «Что планируете делать с особняком, позвольте спросить?» «Понятия не имею. Учитель ничего по этому поводу не говорил». Иолш грустно улыбнулся. «Когда он уходил отсюда в последний раз, то предупредил, что вы вскоре вернетесь, и настоятельно просил заглянуть в его кабинет. Он оставил для вас письмо. Желаете ознакомиться?» Я встрепенулся, и следом за пожилым слугой направился в то самое помещение, где учитель проводил большую часть своего времени. Там наверняка остались книги, которые я не успел дочитать, и артефакты, которых я пока не видел. А еще, надеюсь, в письме магистр Ной хотя бы намекнул, зачем решил вывалить на мою голову столько проблем. Наш последний разговор получился несколько сумбурным. На все про все у старика банально не хватило времени. Но он явно решил все заранее, и надумал передать мне матрицу отнюдь не случайно. «Здравствуй, мальчик. Прости, так и не успел спросить твое настоящее имя». Прочитал я, когда Иолш оставил меня одного в кабинете, и перед уходом указал на лежащий на столе конверт, запечатанный личной печатью магистра Ной. «Скорее всего, мы больше не увидимся. Но я все же надеюсь, что ты читаешь эти строки, уже освоив новые знания и простив старика за его уловку. Наверное, тебе сейчас терзает вопрос, зачем? Все очень просто. Кроме тебя, у меня нет в этом мире ни одной родной души. Кому, как ни тебе, я мог передать то, чем владею. Быть может, тебе это ни к чему. Большой дом, к сожалению, нуждается в больших вложениях. Да и в лаборатории тебя вряд ли что-то по-настоящему увлечет. А вот от патентов не отказывайся. Да и поместье я не советую продавать, предварительно на него не взглянув. Что же касается иных ценностей, то все, что могло бы тебя по-настоящему заинтересовать, находится в изоляторе. Я запер его твоей личной меткой, поэтому теперь открыть его можешь только ты. Не храни эти вещи открыто, они довольно ценны. Полагаю, мое завещание спровоцирует грандиозный скандал. И не исключено, что кто-то, воспользовавшись моментом, постарается отвлечь тебя от самого важного. Поэтому не зевай, прояви смекалку. И постарайся не наделать ошибок. Что же касается моих мотивов. Знаешь, когда я был молод, отец частенько говорил, что для полноценной жизни человеку не хватает цели. Тогда я его не понимал. Для меня в то время единственной целью было выжить. Потом вкусно поесть, вдосталь поспать. Простые, надо признать, цели. Даже не цель, потребности, всю мелочность которых я осознал лишь после того, как приобрел постоянного соседа. Знаешь, как оно бывает? В одно прекрасное утро ты открываешь глаза, заново оцениваешь свою прежнюю жизнь и внезапно осознаешь, что былые достижения тебя не устраивают. Потому что даже имея все на свете, тебе все равно может чего-то не хватать. Мерзкое такое, но на отвращение живучие чувства. Вот и я однажды понял, что устал от одиночества. Устал от пустоты и обилия равнодушных лиц, от которых нет смысла ждать сочувствия. Возможно, тебе покажется странным, но мне в тот день отчаянно захотелось отыскать хотя бы одну близкую душу. Такого же, как я, странника, которого увлекут вперед непонятным большинству простых смертных целей. Именно это долгие годы было моей первостепенной задачей. Ради этого я старался жить и сделал все то, что смогут оценить лишь немногие. Каких-то поступков я до сих пор стыжусь. Какими-то, напротив, мог бы гордиться. Но именно сейчас, когда время почти истекло, я оглядываюсь назад и вижу. А все-таки оно того стоило. «Какую цель выберешь ты, ученик, не знаю. В моих силах было лишь подготовить тебя в меру своих невеликих сил. По себе знаю, начинать с нуля всегда нелегко. Но имея несколько большие возможности, чем были в начале пути у меня, тебе станет чуточку проще. Поэтому иди к своей цели, мальчик. Ищи, старайся, борись». По крайней мере, я сделал для этого все, что мог. Уронив руку с зажатым в ней письмом, я растерянно опустился на кушетку и невидящим взором уставился на пустое кресло за столом. Черт! Магистр Ноев в который раз сумел выбить меня из колеи. Хоть мои не были толком знакомы, но он словно бы знал, будто в душу мою заглянуло и всего несколькими словами высветил то, о чем я старался не думать. Цель в жизни. А есть ли у меня вообще какая-то цель? К чему я стремлюсь, кроме удовлетворения простых, как он выразился, потребностей? Казалось бы, его уже нет, а у меня все равно возникло ощущение, будто он только что сидел за этим самым столом, взирая на меня снисходительно и чуточку насмешливо. А потом встал и вышел, давая мне все заново осмыслить и принять то, о чем он сейчас сказал. Странно, да? Наверное, это эффект присутствия, или просто воображение разыгралось. Но, как бы то ни было, я вдруг почувствовал неподдельное сожаление. О том, что плохо его знал, и о том, что мы так мало поговорили. «Господин, вам что-нибудь нужно?» Деликатно поскребся в двери Олыш, видимо, обеспокоившись тем фактом, что я слишком долго не подой признаков жизни. Я отложил письмо, а затем, заглянув в конверт и достав оттуда монету разумников, снова вздохнула. «Через полрина мне понадобится надежный экипаж и двое крепких мужчин. Вещи будут крупногабаритными?» «Нет, Олыш. Я заберу только то, что посоветовал мастерной. Для этого понадобится всего пара сундуков». «Будет сделано, господин», — отозвался сквозь закрытую дверь у слуга и деликатно удалился. Тогда, как я поднялся с кушетки, окинул быстрым взглядом чужой кабинет и, тряхнув головой, направился в соседнюю комнату. Пора было перекинуть, что из доставшегося мне наследства я смогу отсюда забрать и переспособить по собственной нужде. А что придется уничтожить, чтобы не снискать себе слова отступника? «Доброй ночи, гость», — спокойно сказал Ниис Шаран, когда я пробрался через чердачное окно в его кабинет. «Рад тебя снова видеть. Что тебе ко мне привело?» Я покосился на пустующий подоконник и хмыкнул. «Да просто зашел сообщить, что со мной все в порядке». В глазах ночного короля мелькнуло странное выражение. «Я слышал, великий магистр, но и умер». «Да, его время как раз пришло». Ниис, с которым в прошлой встрече мы расстались под тем самым домом, где состоялся последний разговор с учителем, окинул меня напряженным взглядом. «Значит, это не твоя работа?» «Нет», — спокойно ответил я, прислонившись к стоящему возле стола гостевому креслу. «Магистр не желал мне зла, и нам с ним нечего было делить. Зачем же он хотел с тобой встретиться?» Я на мгновение задумался. «У нас, как выяснилось, были общие интересы. Более того, магистр оказался настолько любезен, что ответил на некоторые мои вопросы, а одновременно с этим удовлетворил и свое собственное любопытство. «Ты нашел, что хотел?» «Нет», — с сожалением качнул головой я. «Оказывается, я не там искал, поэтому магистр Ноя не смог мне помочь». «Что с вещами?» «С теми, что вы подняли из тайника?» «Понятия не имею, я оттуда ничего не забирал». Но вскоре после того, как магистр перестал дышать, к дому подтянулись каратели и толпа магов. Видимо, старик вызвал их, когда почувствовал себя плохо. Помочь ему я не смог, поэтому просто ушел. А вещи, полагаю, в скором времени окажутся в распоряжении Ковина. Магистр Ноя дал мне слово, что ничего ценного в них нет. И я склонен этому верить». «Даже так?» — задумчиво проговорил ночной король, складывая руки на груди. «Что ж, свой заказ он оплатил честно. Хотя лично мне кажется странным, что магистр приложил столько усилий для поисков тайника, ничего с него в итоге не получил». Я кивнул. «Кроме смерти». «Насчет вещей я не соврал. Из того дома я действительно ничего не взял. Времени до прихода карателей было немного. И все оно ушло на то, чтобы справиться с последствиями принятия новой матрицы. Когда же я очухался, то в двери уже ломились посторонние, поэтому я поспешил слинять наизнанку. И, перехватив первого, ушел тем же путем, которым пришел, даже не успев толком за собой прибрать. Впрочем, имевшиеся в доме разрушения можно было смело списать на ужас подземелий, который обгорелой тряпкой валялся там, куда его отбросило заклятие мастера Ноя. Извеченные трупы карателей, отпечатки лапы и царапины от когтей. Магистр и впрямо обо всем подумал заранее. Сделал все, чтобы убедиться в правильности собственных выводов и при этом не выдать тайны моего существования. Заодно привел туда карателей на случай, если бы я оказался не тем, кем он считал. И без сожаления констатировал их смерть, когда выяснилось, что он не ошибся. Странный старик. На мой взгляд, ничего не мешало ему составить разговоры в более спокойной обстановке. Тогда и проблем было бы на порядок меньше, да и без трупов можно было обойтись. Ну да, бог ему судья. Я, как уже говорил, плохо его понимал, а после смерти стал понимать еще меньше. Тем не менее, вещи из изолятора я сегодня вывез, отдав их на хранение Максу. Там были и книги, с которыми мне уже довелось познакомиться, и целый ряд неизученных артефактов, которыми я планировал заняться чуть позже. В том числе тот самый Рошер, который на самом деле оказался устройством для создания личных меток и которого мне в свое время жутко не хватало. Патенты на изобретение я тоже прибрал к рукам, а вот немаленький особняк, поразмыслив, решил выставить на продажу. Дом, в котором я не буду жить, мне ни к чему, да и зачем нужны лишние расходы. «Господин, если не возражаете, я бы хотел его выкупить». Уже перед самым уходом озадачил меня Иолуш. «С этим домом связано много хороших воспоминаний. И раз уж теперь у меня появились средства, думаю, хозяинам было бы приятно узнать, что о его имуществе по-прежнему есть кому позаботиться». «Хм, неожиданно, конечно, но так даже лучше». Без долгих раздумий велел старику заняться составлением договора. Я ушел, а вскоре моя казна существенно пополнилась, и одной головной болью стало меньше. В лаборатории учителя я тоже побывал, после чего поручил Иолушу и на нее найти покупателя. Ничего такого, чего не имелось бы в моей собственной лаборатории в этом помещении не нашлось. Так что я посоветовал старику не задирать цену, чтобы сбыть бесполезную собственность в кратчайшие сроки. Загородное поместье я тоже решил навестить, но узнав, что до него пилить верхом больше двух с половиной суток, быстро передумал, особенно после того, как выяснилось, что имение давно пустует. И на него наложено что-то вроде заклинания консервации, благодаря которому тратиться на его содержание в ближайшие несколько лет было не нужно. О чем задумался гость? Вырвал меня из размышлений ночной короли, которую, судя по всему, осторожило воцарившееся молчание. Ищешь новый заказ? Я покачал головой. Напротив, хотел сказать, что некоторое время буду недоступен для связи, поэтому с заказами придется повременить. Какие-то проблемы? Нейтральным тоном осведомился НИИС. Просто дела и информация, которую нужно срочно проверить. Когда на тебя можно будет рассчитывать? Надеюсь, и за неделю управлюсь. Хорошо, учту. Кивнул Шарана. А когда я уже собрался уходить, неожиданно добавил. Кстати, ты знаешь, что в последнее время каратели стали вон их проявлять интерес к городским подземельям? С чего бы это? Трудно сказать. Но, по слухам, они все-таки решили достать из-под завалов тела своих погибших коллег. Троих подняли на поверхность через несколько дней после того, как стало известно об их гибели. А вот на поиске четвертого у них ушло много времени. Есть информация, что причиной его гибели стал еще один завал, случившийся при попытке пробить дорогу наружу. Ты ничего об этом не слышал? Я прищурился. Вот, значит, как Рес объяснил мою смерть в Ордене. Еще один завал? Хе-хе. Но даже если и так, то что за фигня опять творится? Кто-то заподозрил, что мастер Шалл по-прежнему жив? Майяна все-таки рискнула высказать свои подозрения магистру? Или же кто-то решил подстраховаться? Я так полагаю, информация поступила к вам из гильдии зодчих, уточнил я, размышляя о возможных последствиях. Ночной король кивнула. Магистр Нэш по старой памяти обратился за помощью к мастеру Зеру. По той причине, что из всех членов гильдии зодчих он единственный, кто знал точное местонахождение четвертого тела и мог бы без труда провести туда рабочих. И он согласился? Конечно. Кивнул Шаран, заставив меня мысленно скривиться. Магистр Нэш так настаивал на расследовании, что даже угроза третьего обвала его не испугала. Поэтому на днях команда рабочих и карателей вновь спустилась в городские подземелья, набралась до указанного мастером Зером коридора и разобрала завалы. Я хмэкнула. Хм, что же они обнаружили? Тело. Пожал плечами Нейз. Частично разложившееся, принадлежавшее крупному мужчине тело, с размаженной головой и другими повреждениями, несовместимыми с жизнью. А детка – каратель, правда без оружия и поискового браслета. Предположительные сроки смерти совпадают с датой гибели мастера Шала. Ещё что-нибудь хочешь узнать? Я на мгновение прикрыл глаза. Ого, ценный подарок мне сегодня сделал Нейз. Очень ценный. Прямо даже не знаю, как потом буду за него расплачиваться. Нет. Медленно проговорил я, снова взглянув на ночного короля. Информация была полезной. Я благодарен. Не за что. Усмехнулся ночной король. Хотя вообще-то это идея реза. Вот даже как. Я кивнул, показывая, что всё правильно понял, после чего развернулся и всё-таки ушёл, ни на миг не усомнившись, что скоро сюда вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok